Всем привет! С вами я, Сергей Малошенко и Green Time. Программа о культурном и житейском футболе. Сегодня поговорим о французском плеймейкере Йохане Кабае и проанализируем выступление и игру сборной России на чемпионате Европы 2012 года. Французский футболист, полузащитник английского Newcastle United и национальной сборной Йоан Кабае родился 14 января 1986 года во Франции в городке Туркен. Недалеко от границы с Бельгией, к северо-востоку от Лили, Кабае начал играть в футбол в возрасте 5 лет. 6 лет он играл за молодежные команды клуба, после чего состоялся его дебют в 2004 году. В этом же сезоне игрок помог завоевать в своей команде кубок Интертота. Дальше больше. Главный тренер Лили предоставляет Кабаю место плеймейкера. Именно на этой позиции игрок раскрылся с лучшей стороны. Самым успешным для Кабая сезона стал 10-го года, в котором футболист забил 15 мячей и помог Лилю выиграть дубль, победив чемпионате и Кубке страны. И летом 2011 года практически за 5 миллионов фунтов Его приобретает себе в усиление Алан Парди со своим Ньюкаслом и не прогадал. Кабай сразу влился в коллектив, великолепно руководя атаками полосатых. Центр поля стал страшной силой и обостряющей передачи летели на партнеров как сахар из дырявого пакета. Настолько сладкий по своему исполнению. Впечатляющие результаты Темба Ба или Паписа Сесе может быть и не состоялись бы без участия Евхан. Приведя отличный сезон, заняв в чемпионате Англии 5 место, что позволит Ньюкаслу попробовать свои силы в Лиге Европы. За национальную сборную не сразу все получалось так гладко, как быть может хотелось самому Кабаю. Во Франции прошел через все возраста, но долго не вызывался за главную команду. Часто необоснованно, так как предпочтение отдавалось проверенным игрокам. И только в 2010 году Лоран Блан приглашает его для участия в товарищеской встрече. И только из-за травмы полузащитника Рена Яны Мвиллы. Но сейчас он полностью незаменим и его связка с тем же Мвиллой одна из сильнейших на проходящем Евро 2012 года. А что же представляет из себя сам Кабай? Плеймейкер по возможностям и отличный опорник, которым он стал в Англии. Футболист, обладающий великолепным первым пасом, и чувство отбора мяча развито на высоте, что позволяет ему обезвреживать невнимательных полузащитников, сразу же разрезать оборону соперников проникающей передачи, что обычно заканчивается голом. За его видение поля часто сравнивают с Андрео Пирло, не обеззнавательно. Вот только Иоанн, пожалуй, не такой эстет, а поагрессивнее единоборства. Как он исполняет штрафные удары, можно объяснить двумя словами. Самомонадящая пушка. Для любого, абсолютно любого голкипера он головная боль, ведь никто, кроме него самого, Кабая, не знает, что он сделает в следующий момент. Удар, пас или пойдет в обводку. И всего за один сезон в английской премьер-лиге он показал, сколько он не заменив для Ньюкасла и сборной. Единственное меня удивляет, почему большие клубы еще не приврели такого плеймейкера. Ведь он мало чем уступает тому же Модричу, Озилу или Швайнштайгеру. Ну да ладно. Пожелаем удачи Йоанну Кабаю и его сборной Франции. Надеемся, что он будет восхищать нас в следующем сезоне. Смотрите футбол, любите футбол. Вот и узнали мы немного про Йоанна Кабая, полузащитника Ньюкасла, которого частенько сравнивают с Андропирлом. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, останется ли он в клубе или перейдет на ранг выше. А теперь перейдем к выступлениям дружины Дика Адвагата. 16 июня в 22.45 по московскому времени состоялся заключительный матч сборной России по футболу на чемпионате Европы 2012 года в Польше и Украине. Много слов было уже сказано. Ну а нам предстоит просто обсудить причины случившегося. Ведь это Евро многие ждали и строили большие надежды. Но... После трех туров в активе нашей дружины была одна победа над чехами. 4-1. С этого дружина Адвокаты и стартовала на турнире. Именно тогда показалось, а для некоторых стало понятно, что Россия наголово сильнее всех. Но так ли это? Чехи казались всем самым серьезным соперником русской сборной. Ведь было видно, что все получалось. Мяч прекрасно двигался, и раки передвигались бегом. А в завершение все было на ура. Быть может только Киржаков вылетал из всей этой картины. Про него отдельно. Забегая вперед, скажу, что Александр установил антирекорд чемпионата Европы. За три матча, проведенных им, 12 ударов и 0 попаданий в створ ворот. Все летело либо намного выше, или вот-вот рядом со штангой. Но вернемся опять к первому туру. Ведь именно тогда многие зарубежные специалисты по достоинству оценивали класс игры российской сборной. Хвалили за быстрые контратаки, отличную реализацию и быстрое перемещение игроков, которые казались свежими. Как будто за спиной не было самого длинного сезона российской премьер-лиги, в котором только 44 матча, это только чемпионат. К примеру, Игнашевич проводит на Евро 72-ю игру в сезоне. Это безумие какое-то. Баскетболисты в NBA не проводят столько, если они, конечно, не выходят в плей-офф. И именно тогда немногие специалисты скептически отнеслись не к результату, а к самой игре сборной. Их мнение представляло из себя нечто. Вроде Россия вышла на пик формы первому матчу Евро. Это может аукнуться в дальнейшем. Тогда никто не верил в это. Или не хотел верить, закрывая глаза на истину. Вот это известно, пожалуй, только адвокату и тренерам национальной сборной. И тут уже второй матч. И поляки. Понимая ошибки чехов, они не бросаются на русских с открытым забралом в атаку всеми. Игра на контратаках с предоставлением инициативы ведения игры сопернику. Имея в своем распоряжении быстрого и неудержимого Ливандовского, это можно себе позволить. Роберт имел пару моментов, которые сам себе и создавал. Забей тогда. И могло вообще все случиться хуже. Игра от обороны. От подопечных смуты. Два рубежа защитников. И полностью выключение скорости российской сборной. Центр поля. Адвоката должен был начать растягивать оборонительные рубежи поляков. Но этого не происходило. Казалось, все делали правильно. Но почему-то половина движения футболистов перешла на полушаг, бег. Потеряв маневренность, Россия будто сама не понимала, что делать дальше. Но это будет заметнее видно в третьем матче. А сейчас казалось, что Смуда придумал тактику антифутбола и убил праздник у болельщиков. Но если разбирать, что поляки сделали такого неразрешимого, на мой взгляд, они играли даже хуже, чем матч с греками. Опасаясь за разгром, который могла бы учинить Россия, они действовали скованно. Ведь тысячи болельщиков пришли поддержать свою страну. Свою честь. И поляки бились как могли на тот момент, где добились для себя благоприятного результата, который на тот момент казался лучшим, что могло произойти. Но в российской дружине не было паники. Все понимали, что это рабочий момент. Что-то не получилось. Но в следующий раз точно все прорвет. И начнем громить всех, не оглядываясь назад. После этого матча мало кто обсуждал игру. Если быть объективным, один из самых скучных матчей. Если убрать все пристрастия и скидки. Специалистов больше заинтересовало, что случилось с фанатскими секторами. Кто кого. Но это пускай служба безопасности соревнований разбирается. А мы вернемся к футболу. Футболу, который идет на зеленом прямоугольнике. Россия. Лидер группы. Чехия. Выигрывает греха. Которые кажутся командой абсолютно сырой. С кадровыми проблемами. И игрой лишь за счет характера. Но ведь мы все прекрасно помним, что футбол это смесь таланта и силы воли, характера. Если встречаются команды, у которых нет того или другого, результат непредсказуем. Российская сборная безусловно талантливая. Хотя перед тем, как начать разбирать все случившееся в этом матче. Так сказать, пока усядутся эмоции. Я прочитал что-то вроде того, что сборная России показала свой истинный уровень. И поражение от греческой сборной не должно становиться удивительным результатом. Результат Евро 2008 года поднял статус русских. Хотя они на самом деле являются просто добротной командой и не больше. Потом появились новости. На этой команде нужно ставить крест и давать дорогу молодым. Ведь Россия была самой возрастной сборной турнира. Когда слышишь это после проведенных матчей, становится немного непонятно. И кажется, что вообще ничего в футболе не понимаешь. То есть если Челси обыгрывает Барселону и становится чемпионом. Хотя всем видно их проблемы, их недостатки. Это всего лишь заблуждение или удача. А разве это и есть смысл футбола? Что команда за счет характера, где-то удачи или просто мастерства выигрывает. Несмотря на свои проблемы. Она не опускает руки и добывает результат, который многим казался невозможен. Как говорил великий французский футболист Зенедин Зидан. Сегодня ты герой. Но уже завтра ты можешь быть изгоем. После финального матча 2006 года. Футбол это соревнование двух команд. Сегодня одна выиграет, завтра другая. Но результат, как бы он ни казался несправедливым или нечестным, должен приниматься болельщикам. Иначе как же вы тогда сможете истинно радоваться победе своей команды? Когда футбол слился в одно целое с миллионами долларов, сенсация или неожиданность соревнований начали воспринимать как унижение одних и удачу других. Но это не так. Греки играли как могли, сидели в защите. Закрыв наши фланги и используя Карагуниса и Самараса для атак, и тут стало понятно, что дружина адвоката не знает, как взломать оборону соперника. Быть может и сам адвокат не знал. А игроки, понимая, что все может закончиться плачевным результатом, понадеялись на дальние удары. Как в финале Кубка России Пирели. Рубину принесло это успех. Но Россия так и не смогла по-настоящему опасного удара нанести. Когда-ка Греция наказала за ошибку в центре обороны. И трогнул Сергей Игнашевич тот самый, для которого этот матч стал 72-м в сезоне. После пропущенного гола греки играли по результату, а русские вовсе не знали, как остро развернуть игру. Но тут и можно спросить с главного тренера. Почему адвокат не подготовил команду к этому? Ведь было видно, что сборная абсолютно не готова тактически играть по сопернику. А что самое интересное, поднялась именно после поражения, поднялась особенно тема ротации и омоложения состава. Ведь через два года чемпионат мира и сборная станет еще старше и физически слабее. А молодежи за всего руководства адвоката, по сути, новых имен и не увидела. Загоев с Кокориным еще при хитинге наигрывались, так и не став основными. Это Евро действительно показало, что из себя представляет сборная России. И многие поняли, что Жирков все-таки не левый защитник. Как защитник он слабоват, а в атаке никто не спорит. За Анюкова уже говорит паспорт, стареет и общих скоростей сборной уже не выдерживает. Вечная проблема центральной обороны так и не решилась. И никто не понял, что вариант хитинга на Евро это всего лишь вариант и закрывание дыр именно на этом Евро. Но некоторым, видимо, показалось, что можно по одной и той же схеме играть. И она, пока есть мастерство и все получается, будет приносить результаты. Но вот она перестала работать. Теперь все будет зависеть, кто придет на смену легионеру Дику и какой путь развития изберет. В конце скажу только одно. В России русскому тренеру не дают возможности для маневров, лезут в работу, не давая отвечать за результат, лишь за свои решения. А с иностранных специалистов не спрашивают за результат, как этого бы и хотелось. А холят и лелеют их. Человек везет сборную на Евро, не отвечая за результат и имея контракт с другим клубом. Выступление и результат сборной России на чемпионате Европы 2012 года оставляет желать лучшего. Дружина адвоката не показала то, на что мы рассчитывали. Все причины этого приведены выше. А мы переходим к завершению передачи. Увидимся через неделю и напоследок. Некоторые болельщики считают, что футбол – это жизнь. Если честно, меня расстраивает их позиция. Потому что футбол – это больше чемпион.